Добрый день, уважаемые слушатели! Хочу рассказать, какой вред приносит организму человека грибок, который находится в организме в самом. По крайней мере, какой вред принес грибок моему организму. Первое, на что я могу обратить внимание, это мои стопы. Когда у меня грибок был, я его не лечил, он мне поражал. Пятки, в частности, были большие трещины, постоянно кровоточили больные трещины на пятках. Если есть трещины на пятке, значит у вас есть грибок в организме, и его надо лечить. Я начал лечить грибок, и пятки мне постепенно, стопы преобразились. Пятки стали, вот если обратить внимание поближе, розовые, кожа эластичная, вот такая. Трещины, я позабыл про трещины. Вот здесь посредине были, вот сейчас она мягкая кожа, а тогда такие наслоения были, сильно чесалось, я смазывал деколоном, мучило меня. Потом следующее, что поразило, поразил грибок, это ногти. Ногти были сильно поражены у меня. Вот, в частности, почти все. Вот этот наполовину был поражен, этот был полностью, вот этот и этот. Ногти были полностью поражены. То есть, их не было, ногтей. Были такие шершавые, бесформенные нагромождения, такие, вместо ногтей. Вот, эти вот здесь и вот этот были наполовину повреждены, ногти. Когда я начал пить, флуконозол, то есть это лекарство против грибка. Вот оно оно. Вот. Тут капсулы, 150 миллиграмм, пить раз в неделю я пью. Я продолжаю все еще пить. Вот. Потому что ногти еще не отросли до конца. Вот, в частности, ногти вот этот и этот до конца не отросли. В этом ногте, ну, вот немножечко-немножечко осталось. Почти. Но надо еще чистить. Вот, я берем наждачную бумагу. Она не бумага вообще-то, а там ткань такая жесткая. И так аккуратно подтирал, подтирал я. Роговый вот этот бесформенный слой стирал. Так, чтобы не до крови. И постепенно. Вот. И сейчас можно так подтереть. Края еще остались такие, рогового слоя. Вот. И смазывал экзодерилом перемешку с перекисью водорода. Вот эта тут жидкость. Вот так. Раз. Пошла. Намочил. Аккуратно растер. Это раз в день делал. Вот. Намочил. Вот так. Еще остались. Поэтому пью я флуконозол. Еще сильно меня мучил геморрой. Как я не берегся, он постоянно меня мучил. Выскакивали геморройные шишки. Кто знает, у кого он есть, тот знает, как это тяжело с ним бороться. Оказывается, грибок тоже влияет на геморрой. На возникновение геморроя. Сейчас я забыл, что такое геморрой. Вот. Ладони стали эластичные. Были такие мозолистые в трещинах. Потому что у меня работа связана с физическим трудом. Поэтому постоянно было трещинах всего. Сейчас ладонь стала эластичная. Вот. Поэтому надо следить за грибком. Лечить его, чтобы его в организме не было. Чем я показал. Итак, всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok